Развитие экономики в настоящее время напрямую зависит от успешности применения в ней последних научных достижений. Поэтому роль науки сейчас трудно переоценить. А заниматься научными исследованиями лучше всего начинать со школьной скамьи. Это хорошо понимают в Славянском районе. В первом лицее учителя, предметники, а также директора школы и их заместители собрались на районное методическое объединение «Инновационный пояс-2018». Нужно было обсудить результативность научно-исследовательской деятельности в школах Славянского района, а также узнать, как ее можно активизировать. Нам сегодня хотелось бы вот эти все темы еще раз поднять, проговорить, задать друг другу вопросы, получить авторитетное мнение о тех, у кого это уже успешно получается. Ну и, соответственно, построить свою работу так, чтобы до конца учебного года нам было абсолютно понятно, с чего начинать 1 сентября 2018 года. В нашем городе юные исследователи не первый год входят в число лучших на Кубани по своим результатам, добиваясь весомых успехов на форумах и симпозиумах. С демонстрацией своей работы перед педагогами выступил Даниил Федоренко, из первого лицея, лауреат Всероссийского форума. Мне очень нравится это, потому что можно больше узнавать о мире, как-то расширять свои знания, соответственно, ездить, рассказывать людям это, делиться опытом с окружающими, узнавать больше от других участников. Виктория Афонцева из 6-й средней школы, воспитанница станции юных натуралистов, стала победителем Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева в Москве. Она рассказала собравшимся о своем исследовании по выкармливанию ягнят. Кроем и заменителем были результаты исследований, в интернете описаны, а козьим молоком результатов исследований нет. И поэтому я решила проверить, какой из данных видов вскармливания наиболее выгодный и наиболее эффективный. И поняла, что козьим молоком достаточно хороший прирост ягнят получается. Владислава Барнаш, воспитанница станции юных натуралистов, стала призером Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева. Она изучала использование минерала вермикулит в выращивании петунии. Такой минерал, как вермикулит, выяснили его свойства. И благодаря нему мы стали выращивать цветы и украшать клумбы нашего родного города, помогать ветеранам в украшении их клумб. Также применяли вермикулит и в выращивании других растений. И поняли, что он приносит огромную пользу. «Шаг в будущее» – так называется Всероссийский форум научной молодёжи, лауреатом которого стал герой нашего репортажа Даниил Федоренко. Шагнуть в будущее по-настоящему наша страна сможет с помощью таких ребят и учителей, которые их воспитали. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...